Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором вы всегда найдете свежие видео по танкам. Я снимаю обо всем, что происходит в нашей игре и каждый день снимаю огромное количество видео. Хотите все это не пропускать, подписывайтесь на оба моих канала и прожимайте колокольчик, для того, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых видосов. Страюсь специально для вас и сегодня, ребят, мы с вами откроем 27 контейнеров на XM66F. Сама ПТХа у меня есть и единственная цель открытия данных контейнеров это, во-первых, проверить, можно ли за такое количество контейнеров достать себе XM66F в принципе, а возможно даже несколько раз. Ну и в моем конкретном случае мне бы хотелось все-таки сертификатами собрать себе ту тачку, которой у меня в коллекции нет. В частности, это Калибан. Все остальные машины у меня присутствуют. Математика очень простая. 27 ключей, если вы будете их обменивать, они будут стоить по 300 золота. И таким образом у меня ключей на 8100. Ну, грубо говоря, за 8000 можно, безусловно, купить какую-нибудь годную восьмерку, когда она выставляется на продажу. Здесь спорить не буду. Если этих 27 ключей покупать, то потратите 27000 голды. И таким образом получается, что если я отсюда заберу себе предполагаемо отсутствующую у меня машину, то тогда я был бы в окупе. Потому что получил бы себе XM66F и, может быть, какой-то голдишке бы отсюда еще посыпалось и что-то бы как-то вернулось. Хотя шансы выпадения голды, как видите, на уровне Плинтуса находятся. И те же самые 500 золота имеют всего 2% вероятности выпадения. При том, что машина имеет шанс выпадения 3%. То есть, типа, получить себе танк проще, чем забрать себе 500 голды. Слабо, конечно, в это верится, но сейчас будем пытаться, будем сейчас обязательно пробовать. Ну что, ребят, поехали. Давайте будем открывать, смотреть, что из этого получится. Открываем контейнеры. 27 штуки. Первый контейнер. Боже, как это все красиво. Сейчас буду сразу записывать, что у меня получается. Получается, на TL7120 и 200 золотом возвращается. Ура, ребята! Вот это да. В отношении того, что у меня есть. Ничего у меня нет. TL собираю с нуля. И если соберу, то это 5000 голды. Открываем следующий контейнер. Ну, давай. Давай, покажи мне. Покажи мне красоту жизни. Свей. Предполагаемо, 2500 голды, если получится собрать. Но, опять-таки, всего лишь 10 кусочков на него падает. А на Калибана вообще не падает. Ну и для того, чтобы собрать Калибана, надо, чтобы 10 раз выпало по 10 частей. LT432. Машина премиумная. Я ее даже если соберу, то пока обналичивать не буду. И 100 золотом выпадает. Почему не буду обналичивать? По одной простой причине. Потому что премиумная тачка и компенсация будет серебром. Поэтому вообще не интересно. Ну. Где же Калибан? Где он? Вот он, наконец-то. Первые 10 частей на Калибана. Едем дальше. Ну. Давай, удиви меня Калибаном. Ух ты! Ух ты, ребятушки мои золотые. Еще 100 золота и еще целых 20 частей на Калибана. Но, слушайте, ну... Блин, шансы растут. 30 частей уже собрано. TL7120 и еще 100 золота. Кстати, 30 кусков сразу упало. Итого получается 40 кусочков. Нормальненько. Нормальненько. Я уже 500 золота себе вернул, кстати. Параллельно с тем. Здесь ничего интересного для меня. Следующий контейнер. Вообще, ржака будет тогда, когда я соберу неполные машины. Каждую из них. Еще 20 частей на Калибанушку. Это хорошо. Это хорошо. Половина машины собрана. Половина машины. Вот так вот. 20 частей на XM66F. Ну, тоже неплохо. Слышите, если... Если собрать еще себе, помимо Калибана, XM, то это 7500 голды. Свэй и 100 золотом. Того получается 600 голды вернулось из контейнеров. Калибан! 30 кусков сразу падает и 100 голды. Сколько? Ух ты! Ребятки, да посмотрите, что происходит. Буквально 20 кусочков не хватает. А впереди еще достаточное количество контейнеров. Что-то я, короче говоря, по-моему, сделал правильно, что начал тратить. Вот они! Все! Калибан собран! Калибан собран! Калибан теперь будет находиться у меня в ангаре. Ну, слушайте, классно. 800 золота вернулось. Калибана, которого хотел себе получить, собрал. XM66F падает! О-о-о! Вот это да! Вот это открытие, слушайте. Блин! 7500 голды сверху. Ляп! Ну, давай, родимая. Давай, не подкачай. Ну, теперь можно, честно говоря, открывать чисто вот так вот ради интереса. XM66 в два раза падает! Два раза 15000 голды! 15000 золота! Это просто чума! Это просто чума! Дальше на Калибана еще раз выпадает. Еще птельку собрать или в XMочку еще раз получить. Вот это жирдос был бы. Так, 100 золотом. 900 голды чисто голдой. Так, тут ничего интересного. Ну, давай, дропай мне по полной. 100 голды. Того косарь. Еще на Калибана выпадают части. Того у меня дополнительно еще 40 частей на Калибана. Но! Эх, блин! На свея. А сколько у меня на свея? 10 не хватает. Слушайте, ну еще 2500. Будет прикольно. Будет классно. Если соберу еще. Так, ТЛ7-120. Жаль, не показывает, сколько у меня еще ключей осталось. Потому что количество контейнеров-то у меня больше, неже количество ключей. Еще. Еще 30 частей на XM66F. Что дальше у нас будет? 100 голды и свей. Ха-ха! Свеюшка! Открываем дальше. Еще 100 золота и еще кусочек на Калибана. 1200 чистыми. Еще один XM66F. Ха-ха-ха! Все. Теперь точно все мои хейтеры начнут писать, что у меня круто подкрученный аккаунт от Wargaming. Но давно мне так не везло. Наверное, наверное, одно из самых везучих открытий. Все, ребят. Ключи закончились. ТЛ7-120. Не хватило буквально. Буквально не хватило 10 единичек. 10 частей не хватило для того, чтобы можно было забрать. Ну ладно. Окей. Давайте теперь будем подбивать итоги. Давайте будем подбивать итоги честно. Честно в отношении того, что я бы потратил, если бы покупал эти ключи и что я, в принципе, получил. Давайте для начала посмотрим, значит, заберем Калибана. Это первое. Пишите в комментариях, кстати, во сколько вы оцениваете данную машину. Потому что мнения разные. Я вот, допустим, за Калибана вполне спокойно готов отдать чисто как за машину в коллекцию. И с учетом того, что очень тяжело его получить, он на продажу, в принципе, не выходит. Ну, где-то, грубо говоря, там тысяч до десяти в составе набора, там, с каким-нибудь легендарным его внешним видом. Кстати, легендарный внешний вид на эту машину, если я правильно помню, у меня есть. Но, с другой стороны, машина не сильно играбельная. Поэтому интересует ваше мнение. Калибана забрали. Теперь получаем свея. Что мне будет при обмене свея? Так, использовать и 2500 голды. Это стоимость продажи данной машины. Поэтому обналичиваем. Сразу от 27 тысяч отнимаем 2500. По одной простой причине, почему от 27 тысяч? Потому что я считаю, что считать надо честно. Честно в отношении того, что покупая данные ключи, вы, соответственно, потратите 27 тысяч. А не по 300 голды, как будете продавать данные ключи. Ну, и здесь у меня части, которые, мало ли, может быть, когда-нибудь добью. Это в отношении того, что у меня получилось пока. А теперь давайте посмотрим, что еще. С потенциальных 27 тысяч потраченной голды я получил, как я уже сказал, 2500 компенсаций за свея. Так, минус 7,5 за одного товарища. Ну, если я правильно считаю. Так, сейчас, секунду. Так, минуточку. Я тут неправильно, короче, посчитал. Так, 7500 я получил отсюда. Плюс 2 раза мне выпал танк. Того получается еще минус 1015. Правильно? Если я правильно все помню по математике. И того получается, ребят, не кисло. Не кисло я вышел в плюс, потому что еще 1200 я получил чистоганом золото. Короче говоря, для меня открытие оказалось очень успешным. И, в частности, в отношении того, что я собрал то, что меня интересовало. А, в частности, меня интересовал вот этот танк. Для того, чтобы он был у меня в коллекции. Вот такой вот альфач, который крайне сложно играется. Пишите свое мнение про данные контейнеры, если вы их открывали. Обязательно поставьте лайкосик данному видео. Стараюсь специально для вас. И показываю все таким, какое оно есть на самом деле. Пошел снимать следующее видео специально для вас. А вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok